Приветствую вас и ввиду малого количества информации, я думаю, что каждый эксперт увидит что-то свое в вашей проблеме. Я могу вот со своей стороны сказать, что поскольку вы чувствуете себя одинокой всегда, и вы об этом пишете, значит, одинокой быть вы не хотите. Если вы не хотите быть одинокой, значит, вы стремитесь от одиночества избавиться. Если вы стремитесь избавиться от одиночества, то тогда люди, которых вы встречаете, являются средством для того, чтобы вы перестали быть одинокой, скажем так. Итак, значит, имеет место быть сверхмотивация, то есть у вас чрезмерная значимость, вот, отсутствие одиночества. А почему вы боитесь одиночества, собственно говоря? С чем связано, что вы не можете находиться одна? Почему бы одиночество не использовать себе во благо? Прислушиваться к себе, понимать, чего вы хотите, мыслить, воображать, представлять себя, какая вы, какой вы хотите себя видеть. Ведь именно это нужно для того, чтобы развиваться, чтобы идти своим путем, чтобы быть уникальным и индивидуальным. Вы этого боитесь. И поэтому для вас, скорее всего, идеальный вариант, идеальная позиция в отношениях, это когда вы растворяетесь в людях, в других людях. Еще раз повторю, это мое мнение, потому что информации очень мало. И вы даже вопрос, как до кого вы не задаете. То есть, понимаете, вот, сверхмотивацию ее нужно снизить, чтобы ее не было. Чрезмерная мотивация мешает вам достигать собственной цели. Это, к сожалению, правда. Чрезмерная мотивация, к сожалению, не позволяет вам, не дает вам возможности адекватно строить свое поведение. То есть, что это значит? При общении с знакомыми людьми отсутствует потребность в творческом подходе. То есть, не нужно что-то думать, не нужно придумывать, измышлять, не нужно как-то строить свою линию поведения, продумывать ее и так далее. А что нужно? Общение с знакомыми людьми – это типовой вид задачи. То есть, типовой, репродуктивный. Общие темы, общие интересы, общие слова и все. Но у вас с этим возникает проблема. Почему? С одной стороны, возможно, нет этого общего, а с другой стороны – чрезмерное значение. Давайте подумаем. Почему нет общего? Ну, потому что вы не расширяете свой кругозор, вы не развиваетесь, возможно, интеллектуально, и поговорить с этими людьми вам не о чем. И, с другой стороны, это излишнее значение. Излишнее значение этих людей для вас. Соответственно, вопрос. Чем обусловлено значение? Ответ. Вашими желаниями. Вот то, чего вы хотите, то, чего вы пытаетесь достичь через людей, для вас слишком важно. И правда заключается в том, что при любом общении, люди что-либо давать вам не должны вообще. Вообще нежелательно людям отдавать, и то, если у вас есть желание, а получать, простите, только самостоятельно и только через собственную деятельность и достижение собственных целей. И тогда вопрос. Для чего вам эти люди? Почему они так вам важны? Чем они для вас важны? Стали вы пишите страх и неуверенность в себе. Страх чего? Страх перед чем? Пока вы не дополнили свой вопрос, пока вы не раскрыли свою проблему, я бы хотел уточнить, наступали ли негативные последствия, которых вы так боитесь. Если нет, то задавайте себе вопрос о том, наступили ли они. И каждый раз, задавая себе такой вопрос, вы будете как бы их отдалять. Вы будете понимать, что ничего страшного не произошло. Если все не наступило, то так-то это страшно для вас. И если это уже наступило, то бояться нет смысла, это наступило, и нужно действовать уже в новых условиях. Далее. А чего именно вы боитесь? Пока у вас страх, я думаю, что имеет место быть мистическое представление. И мистическое представление, одно нерационально. За ним скрывается какой-то конкретный негативный момент. Этот конкретный негативный момент нужно выяснить и постараться сделать так, чтобы вы скорректировали свою деятельность, скорректировали свое поведение. И что там, вот этого вот негативного момента. Дабы снизить до минимума его негативное влияние на вас. Дальше. Касаемо неуверенности в себе. Здесь хочется сказать так. В чем именно неуверенность в себе? Откуда она появилась? А вот эти моменты вам нужно для себя прояснить. Почему у вас обсутствует сомнение, понимание себя как полноценной, индивидуальной, самодостаточной личности с четкой системой ценностей? Повторяйтесь, ответите себе на вопрос, что вам мешает себя так воспринимать. Какие установки, мнения, точки зрения, обстоятельства, взгляды и так далее. Тогда и будет понятно, в каком направлении с вами нужно будет работать. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я думаю, что однозначно, либо вы дополните свой вопрос, либо поработаете лично с одним из наших экспертов. А пока на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok